Реальная журналистика, коротко о главном, погнали! Ну и возвращаемся в нашу песочницу, вот этот пресловутый закон об обязательных QR-кодах. Вот неделю мы об этом разговариваем, появился он, если вы помните, в прошлую пятницу. Возник в конце прошлой недели, в прошлую пятницу, в преддверии выходных, удивительно, этот законопроект был внесён в Государственную Думу, и на понедельник должно было быть назначено его рассмотрение. И я понимаю, на что был расчёт, что выходные, пятницы, чё там люди и толком, всё, рабочая неделя закончилась, поехали гулять, отдыхать, на шашлыки, в баню, в гости, куда-то ещё. И никто бы не обратил на это внимания, но народ у нас уже научен горьким опытом, народ, несмотря на выходные, давая засыпать эту Государственную Думу письмами, выступать против, что мы считаем, что нельзя с этим законопроектом спешить, не хотите ли вы с нами посоветоваться. В итоге Госдуму завалили таким количеством писем, что Володин в понедельник вынужден был сдать назад. Володин, председатель Государственной Думы, самый главный депутат, в Государственной Думе был вынужден сдать назад и сказал, да, с принятием законопроекта мы спешить не будем, мы вот сейчас его отправим в регионы до 14 декабря, пусть люди там пообсуждают, да, с общественностью, со всеми делами, пусть внесут какие-то, может быть, свои коррективы, свои предложения, после чего вернём его в Москву, либо принимать, либо, значит, не принимать, отклонять. Ну, вот пришлось пойти вот на такие уступки, но, ребят, это не значит, что на этом всё закончилось. Я уверен, что нам надо продолжать долбать письмами представителей власти, нам надо продолжать принимать участие во всём этом. Вот ко мне обращаются, что делать? Спрашивают, что делать дальше? Вот у нас есть время до 14 декабря. Ребят, я вам скажу, что делать? Продолжать писать письма. Продолжать заваливать представителей власти письма. Тем более, они сами сказали, мы хотим посоветоваться с общественностью. Вот, давайте им давать свои советы. Давайте будем продолжать письма. Только теперь их нужно писать уже не в Государственную Думу, как вы понимаете, а коль скоро законопроект направлен в регионы, значит, надо писать на имя губернаторов, надо писать на имя председателей региональных правительств, надо писать на имя председателей региональных законодательных собраний. Ну, грубо говоря, живёшь ты в Пензе, да? Ты пишешь на имя губернатора Пензенской области, ты пишешь на имя председателя правительства Пензенской области, ты пишешь на имя председателя областной думы Пензенской области или областного законодательного собрания Пензенской области, я не знаю, как правильно это называется, всё это есть в открытом доступе, обязательно найдите, посмотрите, ну, просто обычный почтовый адрес, то есть найдите, там сайт администрации губернатора, там всегда есть выходные данные, где физически они находятся, это здание, оно стоит там на улице, не знаю, город Пенза, улица там какая-нибудь кривоколенная 5, строение 3, вот он вам почтовый адрес, пожалуйста, идите посылайте, и вот тут вот что важно, я бы посоветовал отправлять письма именно почтой России, вот именно почтой России не по электронке, почему, потому что очень боюсь, что все вот эти вот электронные наши обращения, они могут потеряться, они могут попасть в спам, они могут не дойти и бла-бла-бла, вот старая добрая почта России, как бы мы её не ругали, в данном случае она играет, вот её козлоухость, её вот эта вот дремучесть, она играет нам на руку, то есть дедовским методом, приходишь, отправляешь письмо или телеграмму с уведомлением, да, придётся потратить время, да, придётся потратить какие-то деньги, ребят, но мы решаем сейчас своё будущее, это наше будущее, вот о чём идёт речь, поэтому я предлагаю почтой России всё это делать, тогда ты точно знаешь, что твоё письмо дошло до адресата, если мы отправим миллионы писем, им придётся как-то реагировать. Да, конечно, они уже начали врать, вот если кто обратил внимание, была такая забавная ситуация, когда только вот этот законопроект в прошлую пятницу поступил в Государственную Думу, РИА новости, Киселёвские РИА новости, если кто не знает, оно входит в состав Международного информационного агентства России, сегодня его возглавляет небезызвестный пропагандист Киселёв, они решили провести такой опрос, но чисто формально, видимо, хотели провести такой опрос, как вы относитесь к обязательным QR-кодам, да, нет, поддерживайте, не поддерживайте их введение, это была пятница вечер, и они думали прокатит, потому что были, видимо, уверены, что люди где-то на шашлыках, на дачах, в гостях, где-то гуляют после тяжёлой рабочей недели, ну, люди мобилизовались и пошли голосовать, меньше чем за пять часов там проголосовало несколько сотен тысяч человек, и расклад получился 80 на 20, то есть 80% проголосовавших было против введения вот этих вот обязательных QR-кодов, перепугались ребята из РИА новостей, и, значит, тут же этот опрос заблокировали, то есть он просто был удалён отовсюду. Потом они подготовились через пару дней, что-то, видимо, там подкрутили, подхимичили, видимо, мобилизовали свою пасту из троллей, кремлеботов, и, значит, потом мы видели уже результаты вот этих опросов, которые появились буквально через несколько дней на разных пропагандистских страницах в интернете, в том числе, мы увидели диаметрально противоположную цифру, то есть теперь 80 на 20 стало уже в пользу принятия вот этих самых обязательных QR-кодов. Поэтому, ребят, я и говорю, дабы нас не обманули в очередной раз со всеми вот этими электронными подтасовками я предлагаю ссылать письма через почту России, по крайней мере, нам будет чем апеллировать, по крайней мере, мы сможем сказать, что да, вот у вас что там за опрос, как вот он проводится, анонимный, ну и как вы можете доказать, кто конкретно голосовал, сколько раз можно нажать на эту кнопку «да», может быть один, а может быть 101, а может быть тысяча один, и вот как вы докажете, что это голосовали вообще люди, а не роботы, а у нас вот уведомление с почты России, письмо получил конкретный там губернатор условный Куевышев, или там Собянин, да, или там Беглов, вот у меня есть уведомление с почты России, я могу доказать, что я это письмо отправлял, я могу доказать, что я голосовал против введения этих обязательных QR-кодов, но и не надо забывать, что нужно не просто написать какое-то глупое письмо, да, что я против и всё, надо ещё каким-то образом аргументировать, но вот мой аргумент, да, вот я, например, считаю, что это никак не поможет оздоровлению нации, ну, по одной простой причине, что даже если QR-коды сделают обязательными, да, вакцинация-то в любом случае остаётся добровольный, у нас нет закона об обязательной вакцинации, когда ты пойдёшь делать эту прививку, тебя попросят написать добровольное согласие. И вот здесь вот, да, вопрос сразу назревает, а для чего такие городки, ну, если правда они хотят, чтобы мы все вакцинировались и вводят вот эти вот обязательные QR-коды вот с этой целью, ну, тогда примите проще закон об обязательной вакцинации, в который пропишите, что все жители Российской Федерации в возрасте от 18 лет в период там с такого-то по такое-то должны привиться от коронавируса, и вот тут перечень вакцин, одно из этих вакцин. Всё вперёд, вот он, федеральный закон, принят в трёх тенях Государственной Думы, а был одобрен Советом Федерации, подписан президентом вперёд из песни, но они ведь этого не делают. Я вам объясню, почему уже объяснял в предыдущих выпусках, и дело даже не в Нюрнбергском кодексе, хотя и в нём тоже, а дело ещё и в том, что, например, российская вакцина «Спутник В» до сих пор имеет статус экспериментальный до 31 декабря 2022 года, это экспериментальная вакцина, принять закон, который обязывает людей принимать участие в эксперименте принудительно, но такой закон просто невозможен, такой закон принять нельзя. Поэтому они начинают химичить, придумывают какую-то историю с этими QR-кодами, но получается, что это история не про здоровье, это история про управление толпой. Вот и всё, сегодня уже эти QR-коды, они уже просто стали своеобразным маус-вайсом, уже без них куда-то не пускают. Вот я вот ролик недавно делал для ТикТока, как лично меня не пустили в парикмахерскую, потому что у меня нет кода. Забавная ситуация, закона об обязательных QR-кодах нет, но их, тем не менее, везде требуют людей не пускать, что будет дальше. Дальше нас перестанут пускать в общественный транспорт, потом вдруг кому-то захочется, и он там внесёт ещё больше ужесточение, тебе перестанут выдавать деньги, твои же деньги в банке, потому что у тебя нет QR-кода, потом тебе перестанут продавать хлеб, потом тебе вообще гайки закрутят по полной программе, что ты не сможешь на улицу выйти без этого QR-кода, заправиться где-то, и так далее, и так далее, и так далее. Ребят, мы с вами не бурёнки, которые можно сюда повесить в ухо, вот эту карточку с QR-кодом. Мы люди. И вот сейчас решается наша дальнейшая судьба, вот я о чём. Ну и добавлю, и буду закругляться, ещё бы что я написал в этом письме, обязательное требование привлечь к ответственности всех тех, кто сегодня нарушает закон, кто незаконно требует у нас с вами QR-кода, всех, до последнего продавца и охранника. Есть уголовная статья о самоуправстве, вот пусть по этой уголовной статье отвечают, ещё раз, председатель Госдумы, сказал, лично заявил, что да, закон такой не принят. Этот закон находится в старии проекта закона, сейчас он отправлен на согласование с гражданами, отправлен в регионы, тем не менее, какие-то люди продолжают нас требовать эти QR-коды, что совершенно незаконно привлечь всех до последнего охранника, привлечь каждого пропагандиста, каждого журналист, типа журналиста, да, каждого блогера, который призывает вот к этой незаконной истории, к требованию QR-кодов. Кодов, я считаю, что это важно, это тоже надо прописать, ну и давайте хватит уже лежать, хватит уже решается наше будущее. Мы люди, или Скотт, в конце концов, нас, вот Володин сделал, вот эту вот глупость, я думаю, что он уже сам об этом пожалел, нас втянули в эту историю, сказали, хорошо, мы с вами решили посоветоваться, вот давайте советоваться, я ни к чему незаконному в данной ситуации не призываю. Они хотели с нами посоветоваться, я вам рассказал процедуру, как это лучше сделать. И да, кстати, многие, наверное, будут задавать вопрос, вот какой формы должно быть письмо, что оно должно содержать, вот я знаю, что среди вас есть люди, юристы, в том числе, которые меня смотрят, пожалуйста, помогите, помогите составить текст письма, пришлите мне на почту, почту мою вы видите сейчас на своих экранах, tv realj.gmail.com, вот туда вот присылайте, огромное вам спасибо, я обязательно опубликую текст этого письма во всех соцсетях, в телеграм-канале, в одноклассниках, во Вконтакте, в Фейсбуке, в ТикТоке, обязательно опубликую, обязательно обращусь к своим коллегам, другим блогерам, чтобы они тоже все это дело у себя опубликовали, у нас есть время до 14 декабря, давайте его использовать с пользой и только почтой России. Коротко о главном, опять, блин, ни разу не коротко, реальная журналистика, спасибо, что вы слушали, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok